у нас сейчас погода постоянно меняется и поэтому то локоть болит только лень болят то спина то шеи в общем постоянно преследуют со сменой погоды какие-то мышечные боли хотя у нас про это есть фильм обязательно посмотрите его в конце будет ссылочка в общем пить деклофина колоть обезболивающий пить не выход побочек больше чем пользы возникает вопрос как избавиться от мышечных болезненностей да вот без вреда вреда для здоровья недавно мне один врач говорит болит у тебя условно локоть тренируйся я сначала не поверил и естественно решил это эту тему изучить гипоалгезия что это за зверь такой и так усаживайтесь поудобнее времени у нас как всегда мало вперед-вперед к знаниям оказывается гипоалгезия это такое явление когда чувствительность к боли снижается после физической активности после тренировки лайнеки вы видите кота око известные ученые в своей работе показывают что выполнение одного упражнения часто приводит к резкому снижению болевой чувствительности то есть гипоалгезии вызванные физической нагрузкой у здоровых внимание молодых людей а вот у пожилых людей и следил исследования противоречивы давайте посмотрим что про это говорят мета анализы много работ изучают гипоалгезию в результате физической активности у лиц с болью в шее мета анализ 23 года делает следующий вывод изометрические упражнения и упражнения на диапазон движения вызывают гипоалгезию в локальных и удаленных участках больший гипоалгетический эффект вызванные физическими нагрузками после суб максимальных аэробных упражнений был проявлен на удаленном участке тестирования по сравнению с локальным нарративное ревью 24 года делает интересные практические рекомендации и вы с этими рекомендациями ознакомьтесь самостоятельно мета анализ 24 года делает следующие выводы мы не обнаружили общего влияния физических упражнений на временную сумму боли и условную модуляцию боли однако наши результаты свидетельствуют о высокой вариативности исследований а анализ подгрупп указывает на благоприятное то есть усиливающее условную модуляцию боли влияние упражнений на двигательный контроль у людей с хронической болью в шее есть работы которые показывают что бфр тренинг вызывает гипоалгезию вызванную естественно бфр и описанные механизмы также некоторые работы вот даже классифицируют упражнения и понятно как они влияют на гипоалгезию что нужно делать как в общем соблюдать какие режимы ну в общем вы видите все на экране следующая тема которую нам необходимо изучить это гипоалгезия после аэробных упражнений буквально на днях выходит мета анализ по данному вопросу в которой вошло 13 исследований вы видите и давайте сразу перейдем к выводам эффект гипоалгезии вызванный физическими упражнениями обычно проявляется после аэробных упражнений локально и дистанционно упражнение с высокой интенсивностью вблизи работающие мышцы по-видимому вызывает наибольшую гипоалгезию в отличие от этого упражнения более низкой интенсивности особенно длительные дают незначительный эффект опять низкая интенсивность проигрывает вы видите общее качество доказательств было умеренное и новое исследование которое не вошло в этот мета анализ дополняет его кратковременные из-за кинетические упражнения на велосипеде приводят к местной и глобальной гипоалгезии гипоалгезия вызванная физическими нагрузками усиливается после 90 секунд по сравнению с 15 то есть нужно делать побольше крутить велик возможно из-за высокой экспрессии катехламинов и сопутствующего высвобождения веществ подавляющих боль вот тебе на скажите вы болит рука потренируйся если есть возможность рукой другой рукой ногами и боль пройдет поэтому давайте экспериментировать да и пишите в комментах как у вас получается или получилось после нашего фильма в общем если вам фильм понравился не забываем ставить лайк и втыкать колокольчик воткни колокольчик подписчик канала веселая наука потому что когда ты будешь втыкать колокольчик то есть будешь напрягать мышцы и боль будет проходить То есть можно тренироваться, втыкать колокольчик, подписываться на канал и боль пройдет. В общем все, пока.